Давай, попьём, Лариса. Давай, попьём. Давай, Лариса. Давай, бьём. Без слёз на 40-летнюю Ларису Сурину смотреть практически невозможно. Из-за тяжёлой травмы головы она не может говорить. Совсем недавно начала произносить звуки и выражать эмоции. От невыносимой боли рвёт простыни, срывает с себя бинты и обдирает стены у койки. По словам лечащего врача, пациентке может грозить инвалидность. Ларисе уже оказана вся необходимая хирургическая помощь. Сейчас она получает консервативную терапию, лежит в травматологическом отделении. Острый период травмы уже прошёл. Можно сказать о том, что она всё-таки, наверное, выздоровеет. Но, тем не менее, черепно-мозговая травма – это такой вид травмы, который бесследно не проходит для человека. Поэтому изменения какие-то в личности, наверное, будут у неё. Что же касается скелетной травмы, перелом огольный, там сейчас наложен аппарат внешней фиксации. И сейчас, на сегодняшнем этапе, просто делаются перевязки. То есть, ждём, когда этот перелом растётся. Но этот процесс достаточно длительный, может занимать до полугода. Тревогу по поводу того, что искалеченную женщину никто не навещает, забили соседки по палате. Сообщение об этом они выставили в социальную сеть, где пользователи мигом нашли и родственников. Мы начали с ней общаться, она за нами начала повторять слова. Даже, как бы, улыбается. Я вот, когда ей говорю, что я тебя не понимаю, она надо мной начинает смеяться. У неё есть брат Кирилл. Ему звонили на домашний номер телефона. На что он ответил. То есть, сперва взяла трубку жена, дала и позвала его. Он сказал, что он в командировке. Ну, то есть, звонили вообще на домашний телефон. То есть, ему всё равно. Мы решили навести справки о близких женщинах и проехались по адресам её родных. Двери никто не открыл. Оказывается, что в тот роковой день Лариса была с Шурином своего сожителя Николая, Сергеем Хмелёвым, который погиб под колёсами иномарки. Сам сожитель ушёл в запой после этой истории. Родные, брат, сестра и племянники живут в Ангарске, но с Ларисой не общаются. Её сын и бывший муж также проживают в Ангарске. Но никому, по всей видимости, проблемы женщины не интересны. Ну, здесь мужчина живёт с ребёнком. С мальчиком? Да, с мальчиком. И это пожилая женщина, но мать его. А фамилию их не знаете? Нет. 27-летний водитель, который сбежал с места аварии и загубил две жизни, тоже ни разу не появился. Мы попытались связаться с родственниками Ларисы в Ангарске, Тайшете и родной деревни Корсуково. Те, до которых удалось зазвониться, заверили нас, что в бедело Ларису не оставят. А пока подгузники и пелёнки женщине приносят совсем незнакомые ей люди. А многочисленная родня до сих пор чего-то ждёт. Яна Попова, Михаил Терышкин, Местное время.